Здорово, пацаны! А вы думаете, я где? Я на работе. Только я бы решил после Уссурийска, ребят, искупаться. Я, короче, приехал. Ехал-ехал с Уссурийска. Время два с небольшим часа. Вам кое-что заснимал, но у меня, как обычно, Мейзу тупит. И я бам! И все, прервался ролик. Я приехал сюда на чайку, короче, ребят. Приехал на чайку. Решил искупнуться с вами. Вы же тоже хотели на море. Вот, пожалуйста, вы на море со мной. Сегодня просто пекло. Блин, ну, наверное, градусов, наверное, по 30 давит. В Уссурийске просто вообще невозможно, ребят. Просто невозможно, бать. Вообще, я просто в Уссурийске просто, блядь, сгорел, ребят. Еду, еду. Он по тому мосту. Вон, видите, этот мост, по которому он в обратку. Смотри, люди тут купаются. У меня что-то так захотелось. Поеду я и скупнусь, ребят, с вами. Человек мне написал, говорит, ты мне не показал шамару. Как, говорит, на шамаре это? Говорит, вообще купаться можно. Да и купаться можно, и отдыхать можно. Домики просто дорогие, а там все нормально. Все отлично. Все отлично. Так что человек там на шамаре. Привет ему большой будет, если меня смотреть. А я тут на чайке. Там есть пляж платный заезд, а здесь бесплатный такой. Такой, обычный. Немножко свяжется, время 3 часа. Я уже все сделал, ребят. Бам-бам-бам-бам. Ребят, спасибо, что вы со мной, что вы меня смотрите, что подписываетесь. Несколько человек подписалось, ребят. Всем благодарю, всем, как всегда, здоровья. А что лечит, я, как всегда, вам говорю, море лечит, ребятам, море лечит. И решил я на море, ребят. Здесь каменистое, там подальше, конечно, идет, туда подальше, конечно, скажем так, песочек есть. А здесь все, побережье, короче, одни камни-камни. Ну, в общем, решил я искупаться, ребят. Вот такие дела. Блядь, ребята, ёбанзи, блядь. Ни хрена себе я искупал. А нет, блядь, чуть не пророс, короче. У меня же в кармане ключи от газели. Я бы сейчас, если бы утопил все, вот это бы я бы искупался. Меня бы, блядь, просто бы, блядь, арестовали. И уволили из работы, ребят. Сказать, ты купаешься. Вот такие дела. Фууу. Ну, блядь, фига я безголовый, блядь, ребят. Одел сорты, короче, сегодня забыл только взять полотенце. Надо было полотенце взять на работе. У меня есть полотенце, надо было с полотенцем, и было бы вообще все окей. Так что вот такие вот тележки. Я там газетку оставил с самого въезда. Еле-еле проехал, там такой есть перепадок. Опять будем этим бампером задним, как говорится, цепляться. Там вообще еле-еле едешь. Ну, вот, решил искупаться, ребят, с вами. Всем здоровья, всем счастья, всем любви, друзья. Спасибо, что вы со мной. Там люди, вы вчера там комментарии мне оставили, ребят. Спасибо большое. Насчет того, что у официалов, у газельки, да, такие цены. Но если бы я в Тойоте делал Тойоту, да, я бы тоже там отдал 100 тысяч, тысяч. Это точно, согласен, ребят, согласен, согласен. У официалов всегда дорого, конечно. Что сделать? Это крути-некути. У официалов дорого. Вот я искупался, ребят. Вот я и открыл сезон. Вот такие дела. Вот я и открыл сезон. Блин, у меня нету ни, как говорится, ни полотенца, ничего. Надо, чтобы немножко хоть шорты подсохли, ребят. Хоть немножко подсохли шорты. Да, я сейчас, наверное, сяду сюда, шорты сниму, выжму их. Трусы-то есть. Вот такие дела, ребят, вот такие дела. Так что искупнулся. Сезон я открыл бы. И это нормально. И это четко, друзья. Вообще. Просто. Я сам за себя рад. Ну, надо что. Вдруг опять не получится что-нибудь. Выходные опять что-нибудь. Что-нибудь где-нибудь получится. Опять скажут то надо, это надо, блядь. И опять. Опять никуда не искупаешься. Опять никуда не съездишь. Блин, ну я нахрен. Хоть так, спонтанно искупаться, да, ребят. О, что-то я тут прикрыл. Хоть спонтанно искупаться, и то нормально, и то норм. Правильно, правильно. Так, телефон не падай. То бедолага мой этот. Мы изгублять. Мы изгублять. Перегревается, работает. Теперь вам, ребят, на какие там вопросы, там я уже подзабыл, честно говоря. Врать не буду. Там писали мне. Ну, как всегда, пишите там, спасибо за видосики, за все, за все, за все, за все. Ребят, спасибо вам, что вы со мной, что вы меня смотрите. Вам спасибо большое. Вас от души благодарю просто. Вас от души просто благодарю. Опа, сейчас мы шорты вызмем. Опа. Ничего, меня там не забанят. Вот такие дела. Так что, всяко в жизни бывает, ребят. Всяко. Вот ищу плавится. Нормально. Люди едут, едут, и едут, да. Потому что это... Устанавок. Кто-то тоже отработал там. ВТД, ВТП, как что. Тоже четко. Отработал. Все, съездил, покупался. И все, ну... И все. Нам, конечно, насчет этого, да, тут недалеко, в принципе. Можно в этих заводях приехать, скупаться. Там, бам-бам-бам. И тоже в том году. Не в том году, а позатом году. В том году мы не очень купались. А так мы, я помню, поедем вот так вот, вечером домой придешь. Ну, просто духота сейчас, блин. Дома, ребят, невыносимо просто духота. Тоже так. Приедешь домой. Мамка, ну что, давай съездим. Ну, давай съездим, что. У сына машину взяли, говорю, раз. Поехали, короче, съездили. А в том году мы еще ездили, ребят, я видосики показывал. В том году мы с мамкой пешком ездили. Ну, как пешком, на автобусе, не пешком ходили. На автобусе, на автобусе ездили. Все, туда, на этот. Вот, это я сейчас на чайке, а там еще есть на седанке, где у нас седанка сити, куда мы с вами ходили, там, видео, туда, сюда, и там тоже. Ну, там что-то похуже, чем здесь. Мне там сильно не нравится, там, очень загрязненная, идти на какая-то. А так тоже, туда, раз, съездил, покупался. О, на сидушку надо ее кинуть. И все. Искупался, и все, и бодрячком, и красавчик. Красавчик, правильно, правильно. Ну, где-то, что ли, порезал. Ну, тут камни, тут, как всегда, тут бесполезно. Сколько ты не купайся, ты все равно ноги себе порежешь. По-любому, ребят, по-любому. Так что, вот, как-то так, как-то так. Давайте с вами покурим, и все, я поеду. Еще что-нибудь вспомню, там, какие-нибудь ваши, скажем так, эти, комментарии, я уже просто не помню, друзья. Ну, честно, там, без обид, конечно, я просто уже не помню. Там, комментарии, какие, в этом мне оставляли. А так, конечно, как всегда, всех просто от души благодарю, ребят, благодарю. Что вы со мной, что вы подписываетесь, оставляете комментарии. Вчера, он видосик, да, ребят, смотрите как. Записал там, на шамаре трое утонуло. И все, и сразу начали хоть смотреть. А то ни хрена не смотрят. Так, окна приоткроем немного. Да, насчет этого, конечно, хорошо. Нам везет, ребят, захотел. Заехал на море, покупался, да, эти все, и не ништяк, да. А где вот так вот, люди, блядь, специально едут с таких краев, издалеких, чтобы искупаться. Нам, конечно, да. Ну, дождались мы, ребят, дождались, наконец-то дождались мы. Августа, я говорю, в августе, как всегда, будет жарище. Вот сейчас в августе будет, конечно же, ищи просто жесть, ну, это нормально, чего. Август, сентябрь, самые наши два месяца сезона, бархатных сезонов, которые будут у нас, когда будет тепло, купаться можно, ездить туда-седы. Главное, чтобы было время и были деньги. А так все нормально. Так, что вы мне вчера писали, ребят, я уже подзабыл. Писали, 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 писали. А, там человек написал. Ну, арбузы у нас, я говорю, вот, арбузы немного подешевели, 40 рублей стоят. Стоили 60, 65, а 40 стоит. Блин, а дыня 100 рублей у них стоит, ну, я откуда знаю. Ну, вот такие цены, их не поймешь. Кто как хочет, тот так и ставит. Во всех районах по-разному цены в городе Владивостоке. Где-то есть по 40 арбуз, а может, сейчас будет уже по 35, а может, где-нибудь на базаре уже и по 30. И он все равно скатится через недельки, через недельки две, уже будет и по 20 рублей, и по 15. Так что, у нас цены такие. На грецкий орех там человек спросил, я не знаю, сколько грецкий орех стоит. Ну, тоже не дешево, то есть, чищенный, нечищенный. Ну, нечищенный, наверное, недорого, а чищенный-то он всегда дорогой. Ну, так что, а это написал мне, говорит, надо, говорит, ни хрена, говорит, у вас цены, на, говорит, автомехаником к вам ехать работать. Ну, да. Автомехаником-то приедешь, ты будешь работать, но эти же деньги будешь ставить ты на продукты питания, на ЖКХ и тому подобное. И тоже скажешь, нахрен надо. И квартиры у нас стоят, там, блядь, однокомнатная квартира новостроя по 4 миллиона, по 5. Так что, смотри сам. Вот и все. А, вчера с Игорьком разговаривал в этом, в Орле, он мне говорит, однокомнатная квартира стоит миллион двести. Вот и все, вот и разница вся. Вот и все, ребят. Здесь надо зарабатывать хорошие деньги. В Приморье, чтобы жить, надо зарабатывать очень хорошие деньги. Ну, вот, как-то так мы искупались, ребят, с вами. Сейчас мне главное выехать, а там такая яма. Сыпляюсь этим. С задним этим бампером цепляюсь. Вообще, она же длинная. Сейчас, главное, нам не выехать. Ну, выедем, ничего страшного. Так что, вот такие дела, ребят. Так что, я быстренько, бам-бам-бам, все сделал, короче, сделал здесь заявки, в Уссурийске 4 заявки сделал, все. Все сделал. Сегодня должен или завтра прийти контейнер будем разгружать большой, и еще один контейнер придет, короче, сорокушка. Работы будут, ребята, непочатый край. Как всегда, у нас бархатный сезон, ну, не бархатный сезон, а сезон купания. А у нас работы будут, непочатый край. В Газели, конечно, надо покупать веник, блять, ничего не сделаешь. Блять, такая жарища, ребят, просто жесть, нахуй. Ну, как-то так вот, ребят, как-то так. Так что, сезон мы, ребят, открыли с вами. Бам-бам-бам, все нормально, все окей, все четко. Сейчас не переключусь, хотел вам показать, там, короче, на этих, как они называются, на водных мотоциклах там гоняют, короче, или как они там обзываются, на скутерах, на водных скутерах, водные скутеры, или как, катается человек, тоже привозят сюда, постоянно здесь цепляют, и катаются здесь. Нормальная тема, ну, хорошая. Так что, ребят, вот как-то так, ребят, сезон открыт, все окей, все нормально. Давайте. До завтра. Жду, как всегда, от вас комментарии, жду от вас лайки, дизлайки, поддержку канала. Ребят, давайте всем пока-пока.